Добрый день, меня слышно? Да, вас слышно. Думаю, построим сегодня несколько лет, у нас два доклада Соловьёв Андреевич, мы сейчас слушаем, потом мы обсудим вопросы, которые возникли, и потом поговорим о файлах и перейдем на следующий процесс, как Соловьёв и Соловьёв. Вас немножко плохо слышно, вы местами пропадаете и там шумы на фоне. Соловьёв есть? Нет. Андрюшин? Есть. Так, мне полминуты на готовность нужно. Да. Надеюсь. Как. Соловьёв? так видно экран здравствуйте меня зовут андрюша никита сергеевич сегодня я вам хочу представить свой доклад обзор расширений имен файлов соответственно я студент российского университета дружбы народов учусь на первом курсе направления прикладная информатика и так на данный момент часть пользователей просто не понимает зачем нужны расширений как их вообще использовать именно поэтому расширение имен файлов стали моим объектом исследований моя цель это рассмотреть основные типы файлов расширение файлов и узнать зачем они вообще нужны для анализа я использую различные интернет ресурсы и так когда представим что мы пользователь типичной операционной системы windows как мы узнаем что перед нами за файл мы просто на него смотрим вот как указано на первом рисунке мы смотрим на файл скриншот 1 png и видим вот иконку горы и луны то есть мы понимаем что это изображение но как нам определить что это перед нами за файл если мы не имеем пользовательского интерфейса ну вот как например в операционной системе linux на которой мы работаем в рамках этого курса мы видим просто название скриншот 1 png как же определить что это за файл обратим внимание на то как закачивается название файла . png что же это такое это расширение имени файла расширение имени файла это последовательность символов которые идут после основного названия файла через точку расширение сообщает системе и пользователю какой же тип имеет файл зачем это нужно ну так же было сказано расширение помогает пользователю понять что перед нами файл что перед ним за файл то есть если пользователь знает что это за расширение он может узнать что перед ним за файл также система на основании расширение может подобрать для файла подходящую иконку и также она понимает через какое приложение нужно открывать этот файл кроме того различные приложения также когда он которые используют файлы также используют расширение для то чтобы определить как файл нужно обработать моей задачи стал проанализировать основные типы расширения файлов я их сгруппировал по типам файлов которым они относятся и получил основных 10 типов и каждый из них мы сейчас рассмотрим текстовые файлы текстовые файлы самые обычные файлы которые используются для хранения простой текстовой информации и есть несколько расширений файлов есть текст и самый обычный как самый часто встречающийся а также например лог который обычно содержит какие-то логи также есть графические файлы gpng gif самый часто использующийся gpeg часто используют сжатие с потерями png используют сжатие без потерь если же мы говорим о гиф то гиф поддерживает анимацию далее аудио файлы есть mp3 есть вов есть flag mp3 это файлы которые имеют в себе сжатое аудио с потерями вов это расширение которые сохраняют аудио без сжатия в формате волны звуковой а также в flag это соответственно файл который содержит аудио сжатое без потерь а также есть видео файлы это mp4 avi и mkv mp4 самый часто использующийся то есть он там хранится видео которое имеет сжатое видео а также avi и мкв например имеет интересную особенность до записывания которые очень удобно когда мы например записываем лабораторной работы можем поставить запись на паузу также есть архивы и zip rar tar и gz все они отличаются алгоритмами сжатия кроме tar tar сажать и в принципе не имеет и он просто помещает файлы в архив есть документы docs самый популярный используется в microsoft word и pdf также имеет большую популярность он сохраняет форматированные текста изображения и rtf это просто формат который сохраняет форматирование текста далее файлы веб-страниц к ним относится html то есть язык разметки страницы а также ксс который определяет стиле веб-страниц также есть презентации к ним относится powerpoint pptx ну и key это расширение от программы key note для apple далее таблицы самый популярный формат xlsx который использует microsoft excel ну и также ods это открытый свободный формат который использует также очень большая часть табличных редакторов ну и исполняемые файлы исполняемые файлы есть в операционной системе windows они называются xd в mac os исполняемый файл имеет расширение f ну и в линукс исполняемый файл имеют расширение эльф но в силу того что у линкс есть такая особенность что там обычно расширение где исполняемых файлов не записывается чаще всего там его нет и так также стоит отметить что больше большая часть программ использует свои собственные расширения при этом может быть adobe photoshop который использует файлы с расширением psd кроме того расширение могут быть двухуровневыми например если у нас есть файлы мы можем их сжать формат тар мы помним что тар архивы не имеют сжатия никакого мы можем дополнительно сжать их с помощью другой программы например gz и получить соответственно файл например example.tar.gz то есть двухуровневый вот какой можно делать вывод нужно знать хотя бы базовое расширение файлов потому что это нам поможет удобнее использовать операционную систему с ней взаимодействовать и соответственно на этом все спасибо за внимание спасибо достаточно интересно ну в принципе в основном расширение 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 в Unix не используется но можно с помощью команды файл узнать что за файл перед нами ну таким образом будем считать что выступления у нас сегодня завершены здесь какие-нибудь вопросы по темам по лабораторным да да можно вас спросить вот первые две лабораторные работы нужно делать отчеты в маркдауне и хорошо перенесено было дать перенесено на пользу это вопрос а четвертая лабораторная работа там просто задание одним предложением а это я посмотрю наверное какая-то накладка вышла при выкладывании да разберусь я спасибо большое да тут какие-то у нас следеса просто происходят в студии поэтому у бизнес-информатики не исчезли в тесты например это выкладывалось все с одного так что это я разберусь еще вопросы да можем вопросы не слышно совсем громче громче пожалуйста не слышно вас совсем так сейчас слышно нет очень плохо ну ладно да давайте в чат напишу тогда после занятия с вами лучше письмо пишите с чатом так все вопросов больше нету давайте тогда кратко просмотрим эту и следующую тему и так видно что то что я презентацию открыл видно да видно спасибо значит есть несколько принципов построения операционных систем ну вот например в 80-е годы стал популярен принцип объектного подстроения а уникс как и предыдущие системы так мультикс где было все строится вокруг файлов и в юниксе у нас две сущности основных это файлы и процессы файлы переходят процессы в процессы переходят файлы и фактически была идея что все есть файл эта идея была доведена до финального результата в виде операционной системы план 9 потом от нее отлепилась операционная система интерна тоже с такой же идеологией и в принципе у плана 9 поменяли лицензию так что он стал более доступным но при этом время было упущено и популярным сильно популярным он не стал хотя так сказать популярным многие вещи которые которые были разработаны в плане 9 были аппроприированы Linux и другим версиям например кодировка UTF-8 Unicode кодировки Unicode и подход ко всему как файлу появились псевдо файловые системы PROC где процессы были представлены в виде файлов потом sys run и так далее GIF были уже до этого то есть устройства были представлены как файлы а потом это стало псевдофайловой системой файл ну и вся безопасность и вся работа Unicode связана именно с этими новичками с файлами и процессами все данные хранятся в файле доступ ко всему идет через файлы но правда до сих пор в Unicode скажем доступ к сети делается по идеологии сокетов и дисокетов но в плане 9 доступ к сети был через файлы то есть писалось файл и читался из файлов впрочем протокол план 9 9p находится в игре Linux и можно доступ делать с помощью него к сети и в плане доступ к графике например осуществлялся тоже с помощью файлов доступ к идентификационной информации к паролям к респайлам и так далее вот у нас основная идея Unix значит две идеи у нас двуровневая модель то есть пользовательские программы системные системные программы это утилит это демоны ну а пользовательские программы это программы взаимодействующие непосредственно с пользователем ну можно раньше это можно легко было определить системные программы и утилеты находились в каталогах BIM и USERN BIM, а пользовательские в каталоге BIM и USERN BIM. На данный момент эти каталоги постепенно смешиваются, то есть это разделение уходит. Тут нужно сказать, что есть некоторая разница между подходами к операционному окружению. У нас есть операционное окружение типа Windows, типа... Ну, у NetWea была такая, сейчас я даже не скажу, какая это подходит наиболее, и UX. Это разные подходы. NetWea был, это инженерный подход. Такой инженерный подход у нас наблюдается, например, если вы покупали билет вручную, а не через броузер неудаленно, то вы видели, что когда вы называете станцию, то оператор не набирает по буквам название, а он набирает номер станции. Вот это и есть инженерный подход, то есть оптимизация работы. И операционная система NetWea, она работала на 280-х, потом на 380-х и так далее. Это был очень популярен сервер, файловый сервер. И основная его слисность была в том, что при инженерном подходе он очень экономно использовал все ресурсы. Ну, наверное, это его и погубило, потому что когда стали разбиваться компьютеры, то необходимость в таком узком инженерном подходе немного отпала. Windows, он предоставляет эклиптичный такой подход. Там каждая программа делает все, что угодно делает. Правда, она все это делает не самым оптимальным образом, но делает все, что хочется. В Linux, в Linux подход скорее математический, то есть у нас каждая программа делает только одну вещь. При этом она делает это хорошо, только наподобие аксиом и теорем в математике. То есть когда мы доказываем теорему, мы ее собираем из низких лемм. И мы в них можем собрать все что угодно. Для связи между собой используется IPC, и один из наиболее популярных IPC это пайп конвейер. С помощью него можно связывать вывод одной программы с входом в другую. Для того чтобы эти киси работали, большинство программ Unix имеют структуру фифра. То есть они могут читать стандартный ввод, выдавать информацию на стандартный вывод и при этом могут выдавать отладочную информацию на стандартный вывод. То есть вот такая достаточно простая геологическая структура. Ну и два уровня привилегий. Ну тут нужно сказать, что до Unix, когда уже Unix был, до Unix у нас было достаточно простое отношение к безопасности в разных операционных системах. То есть ей не было. А в Unix были разделены системные и пользователи привилегии. Системные пользователи один оторуд. Ну вот это, кстати, недостаток. То есть один пользователь может управлять всей системой. У них тоже математическую модель, так называемая модель безопасности Харрисона Роза Ульмана, матрица доступа. И вот в этой матрице прописаны эти безопасности. В Windows, например, более сложная модель доступа и уровня привилегии. Ну вот такая здесь исторически связана. То есть она в Windows строилась не в каких-то геологических замечаниях, геологических идей, а для практического применения. Ну, во-первых, она унаследовала много от операционной системы Деклемет. Во-вторых, она разрабатывалась для борьбы с МИФЭ, о которой я уже говорил. И поэтому система привилегий, система доступа построилась для работы в виде файлового сервера. И, кроме привилегий РОТовой, есть отдельный уровень системы пользователей, который имеет больше привилегий, чем администратор. Как бы все это делает для повышения уровня безопасности, а на самом деле это сделало еще большую дыру безопасности. Значит, у нас ядро, ну, как вы помните, в Linux ядро это монолитное. Макос, например, 10, это у нас ядро не монолитное, а микроядро сервисами. Макос это вообще очень интересная стоптора. Она ядро там из Mac 3 проекта. Сейчас был Mac 2, а потом Mac 3. Пользовательское окружение системное это FreeBSD. и графический сервер это слой по стандарту OpenStep. Потому что Макос здесь и сделали, и сделали из системы NextStep. Итак, у нас в бедре находятся файлы, процессы управления процессами и драйверы устройств. Как раз файлы это у нас работа со всей информацией, процессы это исполнение программ и драйвера устройств работают с аппаратно зависимой частью для того, чтобы взаимодействовать с железом. Файловые системы у нас тоже унифицированы. Есть стандартный интерфейс к файловым системам. Файловые устройства все разделяются. Основные это блочные и символьные. Это параллельный доступ к ним, поэтому доступ бутиризируется для убыстрения работы. И символьные устройства это последовательный доступ. Управление процессами у нас включает планировщик Scheduler. В таком порядке запускаются процессы не в процессе взаимодействия. Таким образом мы не в процессе информации обмениваемся и управление памяти. Потому что если файл хранятся у нас на постоянных запоминающих соцсетях, на доске и кисках и так далее, то процессы у нас хранятся в оперативной памяти. Файловая система в оперативных операционных системах у нас будет построена. Исторически это линейная плоская файловая система, наиболее распространенная была, древовидная. Когда мы проникаем папки, каталоги и объектная. С объектной не задалось. Это все очень плохо. Ну формально у нас в Windows была объектная. Наверное начиная с МК мы постепенно пытались вводить эту объектную файловую систему. Сейчас фактически объектная файловая система Windows. Как с ней работать особо не отличается от стандартных. Древовидное в виде дерева, как в Unity. Тут интересно, что плоские системы, они тоже должны быть... Все в одной системе скинуть нельзя было. И еще на IBM, на Porsche 360, потом на микрокомпьютерах на CPM, была введена еще одна сущность как диски или драйвы, помечаемые буквы. И вот там это были объединены файловые системы. Когда Microsoft получила от IBM заказ на написание DOS, то фактически DOS была сделана на основе CPM. Другой говоря, украли коррекционную систему. И там была файловая система, была сделана плоская. И в качестве указателя на ключи вызова утилит был использован слэш. А в Unity шлэш это разделитель каталогов файловой системы. Потом было решено, ну по требованию объекта, решено по требованию. Сделали хирургическую правиловую систему. Это версия 1.0.1 тоже. Но поскольку слэш был уже занят в виде указателя на ключ, то пришлось разграничители каталогов делать в виде бэкслэша. И вот этот бэкслэш теперь проник во все другие места и портит все переговоры. Древовидная структура у нас то, что у вас DOS, Windows и Unix. За включением того, что в Unix у нас файловая система типа POSIX. То есть имеет один корень и из него все растет. Для реализации этого используется идеология монтирования файловых систем. То есть подключения одной файловой системы корня одной файловой системы в качестве файловой системы. А в Windows у нас опять же разделение в виде дисков. Файловая система структурно строится с помощью индексов, iNode так называемых. Во всех индексах так получается. Ну и фактически у нас iNode может показывать на блок с данными, на другой iNode или на блок с iNode. И вот все это на диске тоже представляется в виде ну и собственно так и строится любая файловая система. Значит типы файлов это индексный узел, iNode, первоначально он или указывал на что-то, а потом в нем стали хранить метаданные. Ну и в микросистемах в Windows даже можно хранить данные. Суперблок это фактически информация по всей файловой системе. на подобии таблицы файлов, файлов, ским и фарпинг. А в Windows есть еще несколько специальных типов файлов. Это например файл ссылка. В ссылке бывают жесткие харпинг и символические ссылки. Харпинг это просто-напросто, когда один и тот же файл, который представим как iNode указывает на, разные файлы указывают на один и тот же блок данных. Это практически одно и то же. Здесь для mls сделаем длинное, то увидим сколько шелков есть на этот файл. И символная ссылка это просто, она содержит файл, содержащий просто имя другого файла. Ну и как бонус у нас, поскольку жесткие ссылки указывают на конкретный блок данных, то они могут существовать только в рамках одной файловой системы. А символные ссылки, поскольку они просто указывают на путь к файлу, могут быть в рамках разных файлов в системе. Ну и как недостаток, если мы удаляем исходный файл, то же вторая ссылка остается, потому что блок данных остается, и продолжается ссылка на эту информацию. А если мы удаляем файл, на который символная ссылка была, то символная ссылка становится битой, она ни на что не указывает. Вот примерно вот так, что это будет. Значит специальные файлы, это у нас файлы устройств, потом для связи именованные каналы, сокеты на файловой системе. Сокеты это у нас некая стандартизованная структура, которая может быть реализована разными способами. Наиболее известная реализована видео и выцелков. Но в конце можно сделать из видео специального файла, которые можно писать. В этом и винованные каналы и сокеты похожи, и в то и в другое можно писать информацию, но по-разному обрабатывается. И вот виртуальная файловая система, это неверно одна из наиболее интересных структур Unix. То есть это некая абстракция, некий уровень, который предоставляет интерфейс любой файловой системе. Нам нужно переделать описание конкретной реализации, и это образа внутри. Ядра дымятся, может быть, сколько угодно, файловой системы. Таким образом может вполне адекватно работать. Ну вот. Например, разные файловые системы. Со всеми он работает. Но при этом все эти файловые системы достаточно разные. И даже с сетевой файловой системой мы работаем как с локальными файлами. От нас скрыто, что работа производится с локальными файлами. Здесь стандарт на каталоге. Каждый каталог имеет свой смысл. В принципе, можно разделить несколькими файловами. Можно разделить на четыре файла, как правило. Изменяемые и минимумные. И разделяемые и не разделяемые. Это те, которые можно подключить. Подключить к машинам в разной архитектуре. Неразделяемые это те, которые либо нельзя подключить по сети к машинам в разной архитектуре. Либо процессорозависимые. Ну, тут действительно возникает достаточно серьезная проблема. Потому что, как Вы знаете, у нас есть две основных архитектурии. Это Big Endian и Little Endian. Вы это проходили, да? В первом смысле. Да. Да. Как Вы это проходили, то Вы не факт, что все это помнили. Названия идут из «Приключения» «Сонировая гульвера» «Радимый дефутер». Ну и в таталоге ДЭФ у нас находятся ссылки на устройство. Мы можем или получать информацию о устройстве, или писать эти файлы, и информация пойдет на ссылки. Вот, в принципе, файлы все достаточно просто, и процессы тоже не сложнее. Вот она наша картинка, у нас файлы и процессы. Видите, они все рядом находятся, поэтому диалетически переходят друг к другу. Это Ким и Ян. Вставление памяти. Вставление памяти. Ну, вот тут моя колонна. Я хочу заметить, что обычно ожидается, что процессор сам по себе имеет модуль управления память, и может управлять память. Впрочем, некоторые контроллеры не имеют такого модуля, и поэтому есть специальные системные библиотеки, которые могут осуществлять управление памяти. Память у нас сейчас странично виртуальная делается. Ну, и виртуальная, это значит, что память операционной системы, она достаточно опосредованное отношение к физической памяти. Может быть, любая, а операционная система разделяет всю память так, как посчитает мозг. Ну, и поскольку памяти может не хватать, то у нас то, что невозможно разместить в физической памяти, где у нас размещается в шоке, в области подкачки, такая специальная область для временных страниц памяти, которая обслуживается, опять же, неким контактизованным образом, и позволяет хотя бы теоретически расширить физическую память до нужного размера. и с этого сейчас большая часть операционных систем не работает. Все процессы очень простые, каждый процесс имеет идентификатор, это целое число, раньше было 16-битное, теперь постепенно все процессы переводятся в 2002-битные идентификаторы. Чтобы из процессов опять же построить дерево процессов, также как у нас из файлов дерево каталогов строится, у нас кроме самого идентификатора самого процесса, нужно идентификатор родительского процесса. В идентифике у нас идентификатор относится к системам с легкими процессами, то есть у нас каждый процесс берет в память определенное количество места для дадания информации себе. Ну а в Windows, например, это система с тяжелыми процессами, соответственно в Windows все это процессы намного меньше, чем в Windows. Ну а, например, такие операционные системы, как в Windows, это системы с синтралегкими процессами, как в Windows все это процессы. Объявление процессов происходит с помощью системного вызова форк. то есть исходный процесс у нас разделяется на два. Старший старый остается идентификатором, а возникает новый процесс с новым идентификатором, с указанием на парадический процесс, как на родитель. Ну, первоначально при создании нового процесса у нас с него копировалась информация от родительского процесса, потом вызывалась функция AdWords, которая загружала в это подготовленное место. Новый процесс, новый файл, порождаем новый процесс. Сейчас конечно делать все несколько более оптимальным образом. Например, используется стратегия Copy and Write или Copy and Change. Тогда у нас фактическое копирование происходит только при изменении данных. У нас создается заготовка под новый процесс. Фактически вся информация в процессе – это вид указания на информатику в родительском процессе, так как только мы начинаем ее заменять сказки. Пытаться запустить другую программу вместо исходной, и у нас информация заменяется, а фактической записи старой информации не происходит. Такая вот оптимизация. Состояние процесса у нас создается в виде тейтером 10 диаграмм. То же самое можно с помощью конечных автоматов выполнить. Достаточно простая структура работы процесса. Значит, тут у нас зонди процесса. Процессы потерявшие родители. Состояние процесса можно выбирать. И вот в первый процесс основной и в процесс. Это является первым. Вот таким процессом. У нас работа с процессами может строиться несколькими вариантами. У нас есть пакетная работа с процессами. Это, например, в пустительных системах. В суперкомпьютерах до сих пор пакетная работа идет. То есть некая задача занимает весь отпущенный пул ресурсов для работы. Когда Unix создавался, он создавался как многопользовательская многозадачная система. И мы не могли запускать на одном процессе сразу в несколько процессов. В процессе процесса может выполнять только одну инструкцию в раз. Так как уместительный человек, человек тоже однозадачный. Он в два раза делает какую-то одну инструкцию. И для симуляции множества процессоров у нас используется разделение ресурса по времени. То есть мы к каждому процессу выделяем определенное количество ресурсов. Процесс на время, по исключению этого времени. Рисурс появится другому процессу. Вот это вот у нас. Являет из себя очередь процессор. И направление, собственно, планировки к скедулям. Ну, вот это простейшее. Учитель. Ручевайство. Раундробин. У нас все процессы находятся в очереди. Очередь – это такая структура данных, вы помните. Я еще подмечаю к Лифу лаки, к Лифу тюрстым, тюрсткаут, то есть первый зашел, первый зашел. Так, тассовый стоитель или столовый надет. Но даже когда вы стоите куда-то, так, у Орла все животные равны. Но некоторые из них более равны. Поэтому здесь все задачи равны, но здесь некоторые задачи, которые более равны, чем другие. И тогда мы заменяем обычную очередь на очередь приоритетами. То есть у нас разбиваются все задачи на задачи с разными приоритетами и время. Чем выше приоритет, тем чаще получает у нас процесс доступ к выполнению процесса. Можно логически представить отмешкой к очереди или каким-то другим образом. Варианты. Варианты. И мы с помощью команды NICE. Водопреки и так далее. Ну вот, это вот форк. Нарисован. То есть у нас форк-крузер. Такой, помните, это билка, который там. У нас королевая билка, это множество. Это для рыбы у нас билка. Это для рыбы у нас билка. У нас разваливается процесс, порождается новый, который копия исходного. Потом на нем запускается с помощью вызова exit новый процесс, который отрабатывает. И в конце происходит exit и процесс выбивается. В шее, когда работаете, то любой запуск программы, как TLS или CD порождает новый процесс. В Windows процесс обычно не порождается. Там большая часть интерпретатора происходит. Ну, скажем, PowerShell вы запускаете. Команда PowerShell, это команды интерпретатора. Они вместе. Программы. И так у нас в практике процессов. Если вы, то есть, предпочитаете интересные процессы, и легитики. Еще называют Рэвид. Микки у нас... Это процесс, из которого вытянется практически все. У него даже нет собственного адресного пространства. И поэтому он выполняется в адресном пространстве для родительского процесса. Это, как у нас, Windows 3 так работало. А Windows 2 тоже точно так же работало. Но там они вообще мало ощущались от DOS и оболочки. Это MacOS так работало. До 9-й включительно. Один процесс был. Ну, в Windows 3, хоть несколько процессов. Один процесс, и все остальное это были митинусы этого процесса. Когда происходил какой-то сбой в программе, то убивалось, и все. Преимущества Микки... Ну, поскольку, вот, нету личной информации. Они достаточно легкоясны. И легко управлять. Ну, например... Стандарт многопроцессной обработки, это вот. Очень часто правильную обработку делают на основе. Ну, это прям того удобно. Потому что периодический процесс, он понимает семантику и выполняемых программ. И, как результат, более оптимально управляет. Миспроцессные взаимодействия. Это у нас куча техничеспроцессных взаимодействий. Ну, поскольку у нас делятся. Видим, что у нас делятся три варианта. Это UX APC, это System 5 APC и DSD APC. DSD APC это у нас токеты. систем файл, разделяемая память, сигналы, Unix, IPC, это ввод шумок, переменное окружение, санары. Есть в разных областях. И все это для того, чтобы передавать информацию от одного процесса к другому. А иначе как. Закрытая система в пользу не принесет работу невыполненной. Разделяемая память очень удобный вариант. У нас просто область памяти, мы ее писем читаем из нее. и несколько процессов могут это делать. Проблема только в том, что стандартный систем файловский вариант этого IPC таким образом не занимается управлением доступом к расширяемой памяти. в результате нам нужно дополнительно задавать какое-то управление доступом с симопорами. Ну, самое простое. Хотя там можно чем угодно задавать. Переменное окружение Переменное окружение Ну, это тоже очень просто. у нас при порождении процесса у нас при порождении процесса порождаемый процесс переменное окружение воспринимает от правительского процесса. Ну, это очень хорошо у нас в шеллах видно. Ваши, например. Если мы задаем переменное окружение, то она меняется только в рамках предыдущего процесса. Если мы порождаем какой-то подпроцесс, то он ничего с этим переменным окружением сделать не может. Поэтому нам нужно экспортировать свет для того, чтобы все параллельные процессы могли с ней работать. Сигналы ну, очень популярны. Они отправляются с помощью команды Q. Наверное, два самых популярных сигнала это 15 и 9. сигналы задаются целыми численно. Ну, имеют кроме того некое обнимательское название, которое указывает на действие этих сигналов. 15 это у нас посылает в процессе информацию о том, чтобы он прекратил работу и завершил сам себя. сделать все необходимые действия все необходимые Как они состоят. А девятый вариант девятый именно процесс признала, он просто заставляет процесс умереть, не выполняя никакие действия прямо сразу. что полезно бывает. Естественно, у процесса обработки сигнала есть. то есть некая программа, которая обрабатывает этот сигнал. Ну или обращение идет к обработчику сигнала системы. То есть сама операционная система имеет обработчик сигналов и поддавая источники программы пуск и думаю, что обработчик сигналов его добавить. Вот эти два сигнала USR1 и USR2 они были сделаны для того, чтобы у них нет какой-то фиксированной функциональности. функциональности уже при программировании приложения на усмотрение разработчиков. Ну и каналы это наши пайпы они как мы уже говорили есть негнобные и негнобные и именованные то, что выделили и именованные это иметь файл на файловой системе и через них просто передается информация ну и соответственно мы можем все каналы сделать или одно направление если он на другом процессе информации либо канал в обе стороны передавали информацию сокеты это систем файл не систем файл а бюзки они были написаны специально в начале для протоколов и разработал эти протоколов и соответственно для того чтобы работать шейки шейки использованы были сокеты только для расположения систем файлов сокеты не было но потом это были сокеты для работы шоффиков большое количество сетевые разнообразные сетей много типов сетей соответственно шоффиков много и на файловой системе которая мало отличима от именованного канала и у нас есть основные типы это фотограммные сокеты потоковые и ширые фотограммные потоковые интересны тем что для них уже есть стандартная процедура работы с ними и когда вы создали какие-либо сокеты то библиотеки уже знают как с ним работать ну а сырые сокеты это сокеты у которых нет при оставлении стандартной процедуры работы и придумать и решать потоковые это сокеты которые отправляются и подтверждение о том достигнем дастей метро а в потоковых мы при отправлении данных получаем подтверждение о том достиг данного в потоковых это литин протоколы а потоковые Ну вот, собственно, это основные моменты, есть ли какие-то вопросы по тому, что мы все делим? Извините, вас плохо слышно. Надо было сразу сказать, что плохо слышно. Вопросы есть еще? Извините, а в какой день или сегодня я вас смогу найти в ВУЗе? Просто у меня возникла проблема с проектом. Ну, в какой-то день сегодня, да. В какой-то день сегодня. А вы до скольки, извините, просто у меня пара будет. Давайте до четырех примерно. До четырех? О, отлично, спасибо большое. Да, хорошо. Ну, до свидания тогда. Будем считать завершенным лекцием. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова